Если очень ужин, то вспомним о тех, кто был в боли на бесстрашную болезнь и аптодолизмом, о тех, кто умер от мило, о тех, кто всрыг, о тех, кто все еще страдает. Подумаем о тех, кто находится на пути к нам и кому мы можем побольше. И вот очищены. Спасибо. Есть ли совместность тех, кто присутствует на собрании к Ироли? Представьте, пожалуйста. Не надо садиться еще раз. Скажи, у тебя к нам проблема какая-то привела. Круто. Вместе с желанием бросить пить или научиться? Вместе с желанием бросить пить. Которое значительно у нас как единственным условием для того, чтобы стать членом анонимных алкоголиков, является желанием бросить пить. Мы принимаем тебя в наше сообщество. И с этой минуты ты можешь присутствовать на всех собраниях анонимных алкоголиков, закрытых, открытых, открытых, в нашем городе и везде, куда-то так не забросит. Судьба. Поприветствуем. Напоминаю основные обязательные правила правительства. Есть ли у нас те, кто присутствует, чувствующее воздержание стыдного мнения одного места. Спасибо. Напоминаю основные обязательные правила принципа нашей группы. Каждый, кто хочет высказаться, обозначает это поднятием руки. Каждый говорит только о своем уме, только о собственном опыте, взглядах и переживаниях. Не критикуют высказанные другие, не оценивают их, не используют слово «выемы». На собрании не дают советов, говоря только о своем опыте в ситуациях, похожих на случаев, представленных другими участниками. Все присутствующие на собрании обязаны сохранять анонимность личности и тайну сказанного, без зашедшего на собрании. Если на собрании присутствуют те, кто не принимал вещества, изменяющиеся, знали, пожалуйста, оставайтесь с нами, но не высказывайте. Готовы ли вы выполнять правила? Готовы. Анонимные алкоголики – это сообщество мужчин и женщин, которые делятся взаимно своим опытом, силой и надеждой, чтобы решить свою общую проблему и помогать им в исцелении от алкоголизма. Единственное условие участия в группах РЭЭ – это желание бросить пить. Группа РЭЭ опирается на собственные силы, существует за счет добровольных пожертвований членов группы общества имени, взглядами в такой секторе или расповедания, партии, организации. Не включаются ли такие полемики, не занимают позиции в каких-либо спорах. Наша наивысшая цель – это стараться трезвым, помогать другим алкоголикам в достижении трезвости. Вечерство, я зачитаю запрету 55-й главы книги «Анонимный алкоголик», которую в следующем издании называется «Программа в действии», в более точном переводе «Как это работает». Группа РЭЭ – это замечательный человек, который был исследоват по нашим друзьям и по первому дачу. Не обречу инициативу, которые не могут или не хотят целиком учинить в своей жизни с этой простой программой. Обычно это мужчины и женщины, которые органически не могут участвовать сами с собой. Таким несчастливым видом. Они не виноваты, в том числе они просто родились с собой. Они по натуре своей неспособны уходить и поддерживать возрождение требующей немалитной честности. Вероятность их издоровления ниже стиль. Есть люди, страдающие от серьезных эмоциональных и психических расстройств. Многие их не все-таки раздоравливают, если у них есть такое качество, как чекность. История из нашей жизни рассады в общих чертах. Какими мы были, что с нами произошло, какими мы стали. Если вы решили, что хотите обнести то, за что и мы, и у вас появилось желание сделать все это в достижении цели, значит мы готовы предпринять определенные шаги. Некоторые из них мы противились, мы думали, что можно найти более удобный путь. Мы такого же машины. Со всей серьезностью мы просим вас до самого начала до страшного выполнения этих шагов. Исследовать и не уходим. Некоторые из нас старались придерживаться своих старых расставлений и добиваться никакого результата. А по какому начинку оказались? Помните, что мы имеем дело с лабораторией. Сидко глаз надеваешься в толпы. И с помощью нам с ними все латает. Но есть некто всесильный. Это был. Доопритет его выполнение. У меня нечинный демонстрирует. Мы подошли к параллему демонстрирует. И все отбивок, мы просили его о подключении и тяжести. Вот предпринятые нами шаги, которые предлагаются, как раздражение. Как выздоровление одного человека, основываться на 12 шагах, как и жизнь, друг и всего сообщества. В целом основываться на 12 традициях анонимных алкоголиков. Сейчас каждый живой, живой, по очереди, зачитывает и наш 12 традиций анонимных алкоголиков. Представляет свои болевые, что анонимные алкоголики. Исконношение терроризмит зарплаты. Такое. Исконношение похудения, что только сила. Будем обществлечены и может быть требуемое отбросовано все ответственно. Испочитывая похудения, что только сила. На решение, что и получить нашу волю, нашу жизнь в воду, как мы его принимаем. Продолжение следует... Привет. Здравствуйте. 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 Спасибо. 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 Мы начнем наше собрание. Хотел бы обратиться к новичку. Новичок это самый главный человек на любом собрании, поэтому мы можем сохранить то, что имеют только две сроки. Пожалуйста, пусть вас не беспокоят слова «Бог и сила более могущества, чем мы». Эти понятия являются неопременным участием нашей программы выздоровления. Нет, который из нас под Богом и сила более могущества, чем мы понимаем, не поверить. Но самое важное заключается признание нами Патта, что есть сила более могущества, чем наша собственная. Для того, чтобы обрести в правомыслие, мы отказались от своего мысла от яда наших и учимся в жизни, опираясь на законные ценности. Следуя 12 шагам, мы способны не только хорошо устроить свою жизнь, но и пронатить пользу другим. Начиная с своего выступления, мы каждый раз по традиции представляемся и напоминаем себе и остальным вопросом, который нас сюда привело. В конце своего выступления мы говорим слово «благодарность» слушателям или любым способом сообщения по окончанию нашего выступления. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы на этот перерыв и по окончанию. Сегодня своим опытом с нами поделится Боже Солнце на экран. Как это совсем хорошо видно. Катя, Рай, Катя, ты готова? Всегда. Всем добрый вечер. Здравствуйте. Катя, алкоголичка, привет. 50 минут на твой рассказ. Ну, с Богом. Как Оля читала, да, то, что у нас написано в пятой главе, что история из нашей жизни расскажет, рассказывает в общих чертах, какими мы были, что с нами произошло и какими мы стали. Я расскажу, как все это происходило. Перед этим я хочу вас поблагодарить. И я очень переживала перед этим событием. Но вот удивительная возможность. То невероятное, что происходит в наших комнатах. И как только мы собираемся вместе, я чувствую себя абсолютно спокойной. Я среди своих. И птички на фоне просто изумительно дополняют всю эту картину. Спасибо, что позвали. Я постараюсь быть максимально полезной для вас и каким-то образом поделиться своим небольшим опытом. Начнем, наверное, с того, что еще с раннего детства я обладала многими... То, что буду рассказывать, это те вещи, которые у меня открылись, находясь уже в сообществе, в анонимных алкоголиков. На тот момент, на момент того прошлого, мне эти вещи не были понятны и не были чем-то само собой разумеющимся. С самого детства я уже обладала теми качествами характера, которые впоследствии принесли очень много проблем в мою жизнь. Я была ребенком, который любил проводить время в одиночестве. Для меня идеально было всегда занятие это читать книги. Особенно любила по фантастике. Я улетала в эти миры. Я все свое свободное время посвящала этому. При этом я уже в раннем возрасте была очень... Довольно-таки значительным таким манипулятором. Я очень всегда выражала явственно, если мне что-то не нравилось, чье-то поведение, чья-то реакция, критика в мою сторону и так далее. Естественно, это отражалось на моих близких родственниках. Впоследствии все эти вещи просто еще более начали развиваться, усугубляться и так далее. Первый раз я примерно помню, когда я попробовала алкоголь. Скажем так, я выросла в семье, очень любящей чудесной семье, в которой царит любовь, в которой царит понимание, в которой привыкли проводить время вместе, в которой... Ну, замечательная семья. Не могу что-то сказать и как-то свалить на них вину каким-то образом. Вот. И в определенный момент так сложилась судьба, что меня родители отправили в Израиль. Это было связано с проблемами в ихнем бизнесе, и они были вынуждены отправить меня в Израиль. Таким образом, я в 15 лет оказалась здесь одна. Здесь программа репатриации страны очень дает большую помощь для всех репатриантов. То есть, соответственно, я не приехала просто так сама. Да, то есть меня поместили в определенное место, где я заканчивала школу, где я учила язык, где была среди таких же подростков, как и я со всей России и СНГ. Буквально за два месяца до этого я первый раз попробовала алкоголь. Это было связано с тем, что мы праздновали то, что мы едем в Израиль, и мои друзья меня пригласили первый раз в бар. Я помню, я пила, и это было ужасно невкусно. Это было вот... Ну, мне не понравилось. Но почему-то я сидела, пила, я вот... Мне казалось... Хотелось казаться быть взрослой, хотелось быть частью этой компании. Вот, и почему-то я все... Вот как вот они пили, так вот и я пила. И на самом деле эффекта я не ощущала, пока не встала из-за стола. И тут меня повело, да. Мне не понравился алкоголь, и я как-то, ну, потом еще несколько месяцев воздерживалась. Будучи уже в стране одной в 15-летнем возрасте, я как никогда почувствовала момент одиночества, да. То есть у меня родители за несколько тысяч километров от меня. Правда, у меня был здесь старший брат, но он был в армии. Мы с ним практически не могли никак связываться, видеться и так далее. Я чувствовала себя очень одинокой. Довольно-таки быстро мы как-то вот нашли общий язык с такими, как я, ребятами, которые тоже приехали в страну и жили в этой школе. И мы пытались праздновать дни рождения друг друга. На ту небольшую стипендию, что нам ее покупали, мы собирали в стихомолочку. Это же все было запрещено. Распитие спиртных напитков на территории школы, в которой мы проживали. Вот. И мы выпивали. И я заметила, мне не нравился вкус. Но удивительно, что в те первые разы, когда я выпивала, для меня это стало неким эликсиром жизни, что ли. Для меня это стало нечто, что смогло притупить чувство одиночества. Что смогло вот как-то вот смягчить вот этот вот мой дискомфорт. Как-то вот улучшить мое общение с людьми вокруг меня, окружающими. То есть мне очень понравилось. И вот, в принципе, вот с того самого дня я всегда впоследствии почему-то всех перепевала. Я из тех людей, которые последние останутся за столом. Я могу выйти, прошу прощения за подробности, меня может вырвать, но я всегда вернусь за стол и буду дальше пить. Мне казалось, что это очень круто, это очень мощно. Мне казалось, что я вот, ну, вот они слабаки, а я такая крепкая, сильная и так далее и тому подобное. Мне почему-то вот эти вот моменты позволяли думать, что я как-то лучше других. Да, они придавали мне силы и так далее. Через год где-то так я попробовала траву. Это тоже было нечто очень, очень запретное, запретный плод. Я попробовала траву, и мне все говорили, да вот, да ты что, с этого начинается твоя дорожка вниз, ты покатишься. Я сказала, нет ничего подобного, никаких наркотиков, чисто буду так баловаться и так далее. Спустя некоторое время я призываюсь в армию. Я призываюсь в армию, и вот там вот начинается уже мое абсолютно ненормативное, неконтрольное употребление. Зная, что меня могут наказать, зная, что меня могут посадить под арест, зная, что я нахожусь на самой главной базе страны, зная вот все вот эти вот вещи, я там употребляю, со всеми ребятами, всех перепеваю, вся довольна и так далее. Ухожу в самоволку, ухожу на какие-то рок-панк-концерты и так далее. Я себе всегда все могу позволить. Я абсолютно безнаказанна. Я могу позволить вот-вот все, что мне в голову взбредет. Одна вот из таких вот мыслей у меня в голове была важная. Вот чтобы жить счастливо, нужно делать то, что хочешь. И я очень долго жила по этому принципу. Вопрос, куда он меня привел, мы скоро увидим. В 20 лет у меня была самая главная мечта на тот момент. То есть я вышла из армии, мне уже 20 лет. У меня была главная мечта. Я мечтала стать самым главным варщиком у нас в городе. Я уже очень серьезно привинула к наркотикам. Внутривенные и так далее и тому подобное. Но в конечном итоге меня это все быстренько добило на физиологическом уровне. И я перестала употреблять. Я перестала употреблять наркотики. Я их отложила в сторону. Сейчас я даже знаю рецепт, но я с этим ничего не делаю, потому что я знаю, что мне будет плохо на физическом уровне. И вот как только я отложила это в сторону, я же не могу. Состояние трезвости для меня не что-то само собой разумеющееся. Для меня трезвость это вынужденное всегда. То есть я отрезвую, потому что я либо на работе, либо я в армии, либо я в школе. Все остальное время, когда я вне каких-то рамок, вот таких вот жестких, я употребляю. И тогда начался вот очень большой мой алкогольный жизненный период. Я никогда не думала до того, как я попала в анонимные алкоголики, что у меня есть какая-то проблема с выпивкой, что я пью больше, чем нужно, что это ненормально пить каждый день, что это ненормально, когда каждый раз, когда я употребляю, случается какая-то фигня. И дело в том, что каждый раз, с каждым разом все это становится все хуже и хуже и хуже. То есть последствия моего употребления все хуже. Я помню такой момент из школы. У нас приходила в классы полиция местная, и перед учениками они пытались донести весть о том, что алкоголь это плохо. И к каким последствиям это приводит, и к как наркотике это плохо, и к каким последствиям это приводит. Я сидела тогда со своим товарищем на первой парте, то есть они буквально были в метре от меня, все это рассказывали. А мы были абсолютно бухие. И мы смеялись, думали, да нет, да ну что, что ты нам здесь впариваешь, да это вот с кем-то другим, это вот с нами не произойдет, и так далее, и тому подобное. Сейчас я понимаю истинно, что тогда я не могла услышать, я не могла понять, не могла услышать вот это вот понимание, что что-то плохое произойдет с кем-то другим, но не со мной. Это очень-очень тоже повлияло на меня. Моя жизнь потихоньку начала, скажем так, приобретать некий, как мне казалось, социальный успех. Я работала довольно-таки стабильно на одной работе. По воскресеньям я не приходила на работу. У нас неделя начинается с воскресенья, да, рабочая неделя, воскресенье первый рабочий день. Почему-то по воскресеньям я не прихожу на работу, мой начальник об этом догадывается. Если я вот сейчас смотрю в прошлое и пытаюсь понять, какие у меня отмазки только не было моим вот этим вот пропаданием и так далее. Я могла пропасть на неделю с работы от всего мира, от моих родственников и так далее. Мне почему-то всегда было некомфортно жить. Я каким-то образом всегда пыталась обустроить свою жизнь, что-то поменять, что-то изменить, потому что вот этот вот дискомфорт, он постоянно меня сопровождает. И я начинаю менять всякие, все, что касается моей жизни в личном плане, в социальном плане. Я переезжаю из города в город, я там завожу новые знакомства, я расторгаю старые знакомства. Пытаюсь путешествовать по миру, куда-то ездить. А я не могу нащупать вот этого, чтобы мне дало некий удовлетворение, что ли, да, вот некое, я не знала тогда, что такое спокойствие, вот некую радость жизни. Были какие-то короткие моменты, но вот этого никогда. И максимально, я думаю, для меня приблизиться вот к этому состоянию радости, удовлетворенности, там, да, какого-то пофигизма, может быть, я могла исключительно при помощи алкоголя. Мне это казалось нормальным, я думала, что все так, в принципе, живут, что все, вот приходя с работы, выпивают. Я на раньше начинала выпивать, я вот у меня вот от работы до дома час езды на автобусе. Я вот перед тем, как сесть в автобусе, я от всех людей, которые вот, ну, с алкоголем едут в автобусе. Вот, ну, я не могла дотерпеть до дома, для меня это была награда, я же заслужила, у меня был тяжелый, тяжелый день. Я всячески себя оправдывала, вот, но я вот из таких людей. На самом деле, вот, смотря на свое поведение в ту пору, я пыталась найти какой-то выход. Вот, я помню, я начинала читать про какие-то религии, про духовность и так далее. То есть, у меня в жизни, у меня в голове созрел некий такой видение вещей, некий план, что когда в моей жизни все стабилизируется, ну, может быть, я буду выпивать поменьше, может быть, у меня будут меньше каких-то проблем в жизни происходить, да. То есть, вот, я вот всячески пыталась найти, где вот эта вот грань, когда в моей жизни все стабилизируется и все будет меня удовлетворять. Я пыталась обращаться к неким каким-то духовным, духовным средствам. Я начала читать про разные религии. Я открываю интернет, начинаю читать. Я же не знаю, о чем религия оказывается, да, то есть, не каждая, каждая из них я не знаю. И я начинаю читать, ага, вот это мне не подходит, здесь нельзя пить. Вот это мне не подходит, здесь нельзя работать в субботу. Вот это мне не подходит, потому что здесь нельзя есть мясо. А вот это мне не подходит, потому что я не нашла ни одной подходящей для меня какой-то религии и какой-то духовной, что-то духовного, вот что-то вот для души. Я поехала искать это в Индию. Я поехала искать в Индию, это духовность, это вот некое просветление, найти вот это вот спокойствие души и тела. Все это превратилось в трехнедельный алко-нарко-трип, в который я удивляюсь, что со мной ничего не случилось. Потому что большинство его я не помню, я была одна. Со мной были мои друзья, но мы не проводились все время вместе. Я очень, на данный момент я не знаю, то есть, ну это по-любому каким-то образом у меня высшая сила спасала вот те моменты, со мной ничего не случилось. В общем, где я не искала, я не могла найти ни в физическом материальном мире, ни в духовном нечто, что сможет мне дать радость жизни. Это приводило к попыткам суицида, потому что я не видела, зачем мне жить. Я пыталась разными способами покончить жизнь самоубийством, да, там и у меня однажды была клиническая смерть в результате употребления. Но как-то вот я не задумывалась, что основой моих проблем является, да, алкоголь, употребление, алкоголизм и так далее и тому подобное. Мне очень смутно и плохо помнятся последние 10 лет моей жизни. Я знаю, что как результат моих мыслей и моих действий у меня практически полностью оборвалась связь с моей семьёй, потому что мне не о чем было говорить с моими родителями. Единственная история, которую я могла рассказать, это начинались, а вот мы бухнули и так далее, да, и дальше разное развитие событий. Мне не о чем было поговорить с моей семьёй. Мои друзья практически все от меня отвернулись, потому что я всегда пьяная, а когда я пьяная, я очень агрессивная. На работе мне уже начальник намекает, я вижу, что он начинает кого-то искать вместо меня и что очень злится на меня, ну и что вот-вот моя карьера, в принципе, полетит в тартарары. У меня проблемы с печенью начались в возрасте уже 20 лет. Ну вот всякие вот такие вещи, то есть оказывается моя жизнь, как бы мне она ни казалась там более-менее удовлетворяющей, она разваливается по кусочкам. То есть я, в принципе, чувствовала себя никому не нужной. Были люди, с которыми я общалась, да, то есть какие-то там рабочие моменты и так далее. Я чувствовала себя абсолютно ненужной и ненужной самой себе. Все это продолжалось до сентября 2014 года. Мне повезло, у меня есть подруга, с которой я долго дружу, с которой мы здесь учились в школе, то есть мы подруге уже 15 лет. И она тоже алкоголичка, но она в определенный момент попала в реабилитационный центр, и вот она оставалась трезвый год на тот момент. Я к ней подошла, сказала, что мне делать. То есть на тот момент я сделала что-то, что мне не свойственно. Я не пыталась, опять же, решить сама свою проблему. Я подошла к человеку с вопросом, что мне делать. Я обратилась к ней за помощью. Она мне сказала, она видит, что я не могу остановиться пить, у меня запои часа случались. Она говорит, иди в реабцентр. Я пошла в реабцентр, а там в реабцентре вели служение анонимные алкоголики. И приходя на эти встречи, да, то есть они несли весть, и я меня что-то зацепила. Первая моя мысль, конечно, была, что я знаю нескольких таких алкашей, которым, возможно, это пригодилось. То есть я себя, даже на тот момент, находясь в реабцентре, я не считала, что у меня все так плохо, что я алкоголичка. Вот, и когда я закончила лечение трехнедельное в реабцентре, я пошла на группу. В тот же вечер, как я вышла, я пришла на группу. И почему-то, несмотря на все волнение, на все переживания, я не знала, как это будет, и что там за люди. Почему-то вот за этот час я очень многое о себе услышала. То есть люди, которые сидят передо мной из разных стран, разных возрастов, разных национальностей, они говорят обо мне, о том, что я чувствую, о том, что было у меня в жизни. Я вижу, что эти люди объявляют какие-то очень-очень большие для меня сроки трезвости. Для меня год тогда был что-то невероятное. Год, пять, десять, тринадцать лет трезвости. И я поняла, что, возможно, у этих людей есть нечто, они знают некий какой-то такой секрет, который может помочь мне. Мне тогда было очень четко сказано, что хождение на группы не может меня привести к стабильной счастливой трезвости. А я искала именно счастливую трезвость, потому что это что-то такая несчастная трезвость, я знаю. Мне сказали, тебе нужно найти спонсора. Но проблема. На тот момент, когда я пришла в сообщество, не было в русском сообществе, кроме одной женщины, женщин, были только мужчины. И я начала проходить шаги, я начала заниматься со спонсором мужчиной. Мы прошли некоторую часть шагов, я... А потом мне нашлась вот эта женщина, и мы с ней начали продолжать. Начали продолжать до определенного момента, до того, как в 3,5 месяца трезвости, позанимавшись с ней, то есть после встречи со спонсором, я решила для себя. Ну, если мое положение будет так же суровое и так же плохо, как и этих людей, я знаю, что, если что, мне нужно идти в анонимные алкоголики. И пошла в ближайший киоск за алкоголем. То чувство, что я почувствовала с первым глотком алкоголя, это чувство, которое на данный момент является одним из самых побуждающих для меня факторов оставаться трезвой. Потому что то нечто, с кем я за эти 3,5 месяца прохождения шагов, работы со спонсором, служение и хождение по группам, да, то нечто, что... Некую связь, которую я стала приобретать с чем-то, она вот с этим глотком мгновенно оборвалась. Я мгновенно почувствовала себя как в неком бункере. Я мгновенно почувствовала себя отделенной от всего человечества, как в те самые худшие моменты своих пьянок. Я мгновенно почувствовала вот это вот ужасное одиночество и обреченность. Я очень четко помню это чувство. И я еще несколько месяцев после этого пыталась каким-то образом вернуться. Но у меня постоянно происходили срывы. Со мной спонсор рассталась, потому что она сказала, видимо, мой опыт тебе не подходит. Ищи дальше. Случилось чудо. На одной из групп к нам приехала девушка молодая, примерно моего возраста. Приехала из Москвы навестить. Эта девушка прожила здесь некоторое время в Израиле. И она потом вернулась жить в Россию. Она приехала нас навестить. Я ее встретила на группе. У меня вот как будто бы... Я не знаю, что произошло. Я просто подошла к ней и сказала, ты знаешь, мне очень нужен спонсор. Я хочу, чтобы ты была моим спонсором и провела меня по шагам. Она сказала, хорошо, и улетела в Москву. Таким образом, я начала делать с ней шаги по скайпу. День моей трезвости 21 июня. 2 июля у меня день рождения. То есть на момент моего дня рождения у меня было где-то около недели трезвости. Ко мне пришли мои друзья, заранее спросив, могут ли они принести алкоголь. Это друзья мои дорогие, с которыми я пыталась наладить долгое время связь. Я сказала, да, они могут принести алкоголь. И так получилось, что вот мы сидим... Мои приглашенные гости сидят у меня до дня рождения, у меня дома. А меня кроют по-сумасшедшему. Понимание того, что мне нельзя пить, что я стремлюсь к трезвости, что я ищу нечто, чем обладают те люди на группах. Вот эти счастливые улыбки, расслабленные лица. Вот это вот радости, которые они рассказывают. Я ничего не могу с собой сделать. Вот это вот мышление все еще работает. Я опять начинаю делать несвойственные для меня вещи. Я начинаю звонить тем людям с группы, которые у меня остались с телефона. Они начинают со мной разговаривать. Говорят, что у них такое бывает. Что бывают такие дни, когда хочется выпить. И что нужно не забывать, что эта трезвость важнее. И что все пройдет. И подобного рода поддержки. На тот момент я молилась как сумасшедшая. Я молилась не то, чтобы Бог мне дал трезвый день. И я молилась о том, чтобы он дал мне хотя бы еще 15 минут трезвости. Спустя несколько часов они ушли. Я вылила весь оставшийся алкоголь. И я продолжила заниматься по шагам еще более усердно. Через два с половиной месяца я была в девятом шаге. На третьем месяце я начала вести группу в реабилитационном центре. На шести месяцах трезвости у меня появилась первая подспонсорная. С тех пор было много служений. Много людей, которые приходили и уходили. Много женщин, которые часть уходили. Час до сих пор работают со мной по шагам. Я пришла в сообщество, наверное, от одиночества. Потому что это то место, где мне были рады поначалу. Место, где меня не гнали, принимали меня такой, какая есть, не пытаясь мне рассказывать, как мне себя вести. В дальнейшем я думала, что я пришла за трезвостью. Сегодня я обрела уже трезвость. Но я остаюсь в сообществе, потому что то невероятное чувство радости, единения, причастности, которое я чувствую среди вас, таких как вы, среди сообщества, это то, что на данный момент очень сильно наполняет мою жизнь и делает ее осмысленной. Я нашла намного больше, нежели в свое время, даже в самые лучшие времена, мне давал алкоголь. Я на самом деле очень много открыла для себя, что многих вещей социальных я не умею делать. В социальных я не умею общаться с людьми. Я не умею решать какие-то свои проблемы. То есть вот как меня в 15-16 лет выключило из этой жизни, то сейчас меня только включают в реальность. И вы знаете, я наслаждаюсь. Я наслажаюсь, это то, что на данный момент является еще моей движущей силой, потому что я понимаю, что если сегодня, на 11 месяцах трезвости, моя жизнь настолько поменялась, мои внутренние ощущения настолько поменялись, мне рады, я нужна, я могу принести пользу. Мои отношения с семьей после девятых шагов особенно улучшились. Я свободный человек, я могу спокойно говорить о своем прошлом, я могу спокойно находиться на всяких мероприятиях, не заботясь о том, чтобы мне не выпить. Вот, и я никогда не думала, что такие чудеса могут со мной произойти. Я бесконечно благодарна этому сообществу и таким людям, как вы, потому что вы показали мне, дали надежду, вы меня поддерживаете, вы меня вводите в русло, когда я выхожу из него. И это, не знаю, это просто чудесно. Я думаю, как-то так, если есть какие-то еще вопросы, либо что-то, что я могу поделиться, я к вашему распоряжению. Спасибо. Я не очень хорошо слышу вопрос, нашла ли я? Нашла ли ты свою религию в русло и как-то обрела руку? Спасибо большое. Я не нашла какую-то религию, но я стала терпима ко всем религиям. Я многое черпаю из письменных вещей, которые являются частью других религий. Я читаю много того, что связано с главными ведущими религиями. Мне буддизм ближе всего. Я много читаю из православных. Я читаю Библию впервые в 29 лет. Я не могу сказать, что я себя каким-то образом причисляю к религии. По поводу Бога самое четкое ощущение и понимание Его я почувствовала в пятом шаге. Когда я со своим спонсору рассказала всю историю своей жизни, не кривя душой ничего, и там в конце есть час тишины. Пятый шаг завершается вот этим часом тишины, когда я впервые осознанно провожу свое время с высшей силой. Я вот тогда почувствовала себя, как будто меня крылышками вот так вот обняли. Я не знаю, как описать это ощущение. Я почувствовала, что Бог меня любит и принимает такое, какая я есть. Что мне не нужно каким-то особым образом вести себя, чтобы его не разгневать. Да, то есть вопрос разгневанного Бога у меня давно уже ушел. Я вот в тот момент, в пятом шаге у меня очень четкое ощущение практически на физическом уровне, что я не одна, что есть некто, кто меня защитит, обережет и позаботится обо мне. Так вот было у меня. Спасибо. Привет. Привет. Я что? Грубый, русскоязычный посещаешь или нет? Я обычная, домашняя моя группа на русском языке. Я несколько раз бывала на еврейских группах и на английских группах. Но это больше связано с тем, что не было возможности попасть на свою группу, либо у меня была острая необходимость побыть на группе на какой-либо. Потому что, оказывается, язык не так важен. Основные группы русские, но я бывала и там, и там. Спасибо. Артём, алкоголик. Привет. Два вопроса. Ну, а, в первых, благодарю за то, что поделилась своим опытом. А во-вторых, два вопроса. Улучшилось ли финансовое положение, стабильность отношений с работодателем? А во-вторых, вопрос про личную жизнь, о прилавлении мужа или жениха? Спасибо огромное. Две основные проблемы, заботящие меня и, наверное, не только меня как алкоголика, это отношения и бабло. Финансы. Как следствие моей алкогольной жизни, алкогольного поведения, я очень нарубила много дров. У меня есть много суд, которые я выплачиваю. Но на данный момент у меня ни разу, как бы обстоятельства за это время не складывались, не было такого, что у меня не было денег. То мне долги старые отдадут. То мне что-то как-то родители телевизор подарят. Там вот просто условно сломался телевизор. То мне на день рождения кто-то деньги подарит. Каким-то образом, как бы мое финансовое состояние не казалось мне плохим, я нахожу себя в той точке, что у меня квартира оплачена. У меня был период, когда я жила одна и снимала сама квартиру. А получилось так, что у меня за квартиру абонементская плата, это больше половины зарплаты. Так получилось. Вот, и учитывая ссуды и так далее, я очень переживала, что у меня не останется денег на какие-то свои нужды и так далее. У меня еще очень много животных. Не было еще ни разу, чтобы я осталась без денег. Ни разу. То я на работе какой-то бонус получу дополнительный, то еще что-то. Каким-то образом эти все проблемы решаются. Я не могу сказать, что сегодня я могу позволить себе все, что я хочу. Но одеться, оплатить квартиру, оплатить содержание животных, там еда, ветус, услуги и так далее, косметика, сходить куда-то в кафе, еще что-то и возмещать финансовый девятый шаг, у меня нахватает денег. По поводу отношений, до... У меня 7 лет были отношения, и они расторглись, как только я протрезвела. Они, то есть, я... Скажем так, вот это вот моя нулевая трезвость, да, вот эти первые 3,5 месяца, моя пробная трезвость, она привела к тому, что я... Ну, мы обоюдно расстались, вот видно, была нужда друг в друге в момент употребления. Сейчас мы в хороших отношениях, у меня удивительно, четвертый шаг, кто знает, кто писал, там есть сексуальная инвентаризация, и в конечном итоге она приводит к тому, что мне нужно написать идеал своего поведения в сексуальных отношениях. Как только я его написала, через два дня я встретила парня. Мы сейчас живем вместе, и я недавно, проходя споспонсорной вот эту часть четвертого шага, я открываю свою тетрадь, да, ну, прежде чем подготавливаюсь к встрече с ней. А там как, мой сексуальный идеал основан на том, каким он должен быть. То есть, я сначала расписала, каким он должен быть, и с этого я пишу свой. И я смотрю, что у меня вот как под копирку, то есть я сравниваю то, что я сегодня имею, с тем, что я написала не про себя даже, а вот про него, вот у меня 24 пункта все сошлись. Хочу заметить, что это не значит, что я полностью на 100% удовлетворена результатом всегда. Это еще раз показывает мою болезнь, и то, что удовлетворить мои желания, моё эго невозможно. Не всегда вот я найду что-то, что вот ты чудесен, ты прекрасен, 99% ты соответствуешь моему сексуальному идеалу, но вот если бы еще вот так вот, болезнь по-всячески меня разводит. Спасибо. Спасибо. Вы не алкоголик, как большое спасибо. Спасибо вам. А ты из какого города приехал? Я из России, из города Калуга. Ну и второй вопрос, даже не вопрос, дело в том, что у меня там тоже есть и корни, но я немножко не обожаю, я вообще раньше думал, что и две и две, потому что она найдется, она такая, она думает. Она мне всегда говорила, что это битва, а проблема, и моя большая боя, это не ждет, и мне это большое боя. Ну, тогда я это так не считал, конечно. Я наоборот, потому что она большой счастье. Я понял, что, мало ли, у нас нужно будет репатриироваться, то есть поддержка будет собрать. Сто процентов, мало того, у нас практикуются еще встречи в аэропорту, так что... Да, потому что один из факторов, я всегда думал, что это инвизия, когда у нас очередной визит в России Кэмэл, там все там отворачиваться, там не так ли мне, на выживе, и не попробовать из себя кинуть в хам. Угу. 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 Я, наверное, опять уехал, когда на счастье попытаться ничего не получилось. То есть это для меня, как говорится, для моей болезни это пока такая очень благоприятная почта. Я понимаю, что это не просто, когда ты рассказывал, что в 15 лет я приехала. У меня так тоже сложилось, что я в 15 лет ушел как дома. Но я тебя очень понимаю, я тоже, кстати, чувствую очень одиночек. И где-то, наверное, один из корень моего пьянца, и на этом я хочу просто одиночек. Ну, я бы как готов пройти. Вообще, вот я, кстати, заметил, у меня всегда был употреблений, когда я пришел куда-то, что делать, что делать, что делать, что делать, какие-то жаркие страны там. Меня не тянуло на алкоголь, потому что мне было жарко, я не хотел. То есть вот у меня всегда тянуло на алкоголь-то здесь, где лютая стужа, где там, 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 у меня есть чуть-чуть холодно. Но, наверное, потому что когда в жару еще употребляешься, вообще, это ощущение на утро, а не в параде и леет. То есть, опять же, все на погоду. Потом еще на работу надо еще, когда ты кричешь, а ты кричешь, на пианино играешь. Вот еще про чек. Вот. И я хотел тебя спросить, вот, то есть, если трубы на любви, то есть, то есть, ну, как сказать, я думаю, что я поняла вопрос. Спасибо большое. Ты знаешь, видимо, в тебе больше здравомыслия. Раз в жару ты говоришь себе «нет» и не бухаешь. У меня такого не было, да, то есть, и мне и в плюс 40. Вот. И нет, нет с этим проблем. Да, группы на русском есть довольно-таки, особенно за те полтора года. То есть, мы очень растем. Благодаря всяким служениям в репцентрах и так далее, которые мы проводим, группы очень быстро растут. Есть группы на русском языке в нескольких городах. И, естественно, наши, одни из, большинство наших усилий направлено на том, чтобы открывать еще, находить еще дополнительные репцентры, открывать в дополнительных городах, в том числе, русскоязычные группы и на иврите, и на английском. То есть, это очень большая часть наших сил направлена на это. Так что, если это тебя останавливает, будь спокоен. Группа есть. А сейчас в каком ты город? Я в городе... Я живу в городе Батьям. Это... Ну, я на велосипеде до Тель-Авива доезжаю где-то за 30 минут. Несколько километров от Тель-Авива. Какая замканье. Да. Спасибо. Спасибо большое. Скажи... Ну, я алкоголик. Привет. Я так понял, там... Я стоил сегодня... Откуда вот ребята все там готовы, которые там собираются. У них там... Ну, как-то все в кучке. Я так понял, что это самое, что это рядом. А группы, они вот по всех городах или где-то, ну, скорее, сконцентрированы более? Какие вот на твою группу приходится ездить или ты... Здесь условия страны, здесь все сконцентрировано. Страна от севера до юга 600 километров. С небольшим, наверное. Поэтому, ну, там максимум до самой дальней группы, я думаю, час будет езды. Ну, поэтому обычно это вопрос получаса от группы до группы. У меня обычно получается... Я обычно посещаю, если никаких изменений нету, пять групп в неделю. У меня идет в воскресенье один город. В общем, получается... Сейчас, секунду. Решон, Лицион, Батьян, 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 Аждот. Три города за неделю я посещаю. Это три города, где вот мне нравятся группы на русском языке. Где мне хорошо. Где я слышу этих людей. Где мне нечем поделиться и кому поделиться со мной. То есть между городами мы свободно разъезжаем. Скажи, Катя. Да. Скажи, Катя. Скажи, Катя. Да. Скажи, Катя. Скажи, Катя. Именно в Икраине? Я не думаю. Очень многие приехали. Очень многие приехали откуда-то и привезли. В основном из Америки. Многие. Многие привезли. Опять же, это не основано на каких-то моих знаниях. Это некие догадки мои, я не знаю, насколько это является, соответствует действительности. Это исключительно мои догадки. Ну, ты говоришь, что 41-я конференция, она как? Она совместная? Да, 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 конечно. Конечно. А есть какие-то там традиции, ну, допустим, там большинство всех городов России, практически всех более-менее таких городов проводят всякие слеты, проводят, ну, тушевки такие, ашные. Как у вас это? Ты имеешь в виду в плане конференций каких-то или вообще любая движуха, скажем так? Ну, такая движуха, да, совместная. Совместно обычно у нас есть две конференции весенние-осенние, где все три потока сходятся воедино, то есть ивритская, английская, русская. Вот, и очень люблю такие мероприятия. В том числе мы делаем не так часто какие-то вот грандиозные мероприятия, но в плане там какие-то пикники, какие-то, ну, подобного рода развлекаловки у нас иногда есть. Не часто. И у нас вошло уже, можно сказать, в некую традицию, что мы приглашаем спикеров из России, страны, СНГ, и тогда мы делаем вот тоже какие-то некие семинары несколько дневные. То есть пытаемся, пытаемся, учимся, приобретаем новый опыт, растем потихонечку. Привет. Приглашаем вас в сентябре, в субботу и первое госпитание. Здорово, госпитание. Здорово, госпитание. Здорово, госпитание. У нас анонимные алкоголики на берегах вам. Нас трех, у нас там сюда включают. Так что есть возможность перешать, встретим. И на каком-то из-за у нас уже будет чистое, на каком-то из-за представителя Израиля был. Да, на каком-то из-за у нас сейчас самолеты летают, не помню, откуда. У нас летают минус-самолеты из Тель-Авива. И летают там, с отрядом с нами, вместе взяты в этот момент. Варшава, мы благодаря Географии нашел. Спасибо большое за приглашение. У меня проблема с выездом, к сожалению, тоже результат моей алкогольной жизни. Я еще четыре года на данный момент не смогу выехать, покинуть границы этого государства. Но я в любом случае буду рада распространить это среди наших. У нас очень хорошая связь со всеми, практически со всеми товарищами сообщества через группу WhatsApp информационная. Я с удовольствием распространю там столь радостную вещь. Спасибо за приглашение. Тогда ты распространяешь весь, а мы тебя приглашаем как раз через четыре года. Будет форум, недели, десятый. Вот так как ты уже прибываешь. Класс, спасибо. Я хочу тебе сказать, что ты не ретинок, а в твоих проблемах. Мне закрыто начаться от государства. Но могу тебя научить, как это обходить. Оттуда это посложнее. Оттуда это посложнее выбрал. Но у нас есть лазейки. Многие берут телезы до Москвы, сами выходят в членские литинки. И так набираются здесь. Правильно, почти. Вот. Телёжи опыта. Спасибо за опыт. Привет. Привет. Как относятся официальные структуры к анонимному обрывольнику в Визгаре? Помещения дают, не дают? Кофейну, уроды? Как относятся? Поскольку на всех существующих группах есть помещения, и я предполагаю, в этом плане не относятся хорошо. К сожалению, этими вопросами я мало занимаюсь. Но у нас было уже несколько случаев в последнее время, когда к нам направляют социальные работники, врачи. У нас принято одной из одной из возможностей несения вести. Мы распечатали такие визитки на русском с одной стороны и на иврите с другой стороны. И мы, ну, каждый берет там скопом и раздает, где он считает нужным. И я как-то пришла к своему семейному врачу. Я говорю, вот, я вот принесла вам. А он знает, что я алкоголик, что я не пью, там, он очень часто, очень четко в этом плане. Он говорит, а, да, а то мне приносили до этого, закончились. Говорит, я все раздал. Вот. Поэтому в этом плане это вот те случаи, с которыми я лично сталкивалась. В этом плане есть есть сотрудничество. В том числе на радио. У нас был недавно опыт. Вчера мы выступили на радио. И очень тепло ведущий отзывался о нас. Он подчеркнул, что это бесплатно. Ребята, у кого, кто ищет помощи, пожалуйста, приходите в анонимной алкоголике ведущей. Вот. Поэтому, ну, как я вижу, это очень лояльно и всячески пытаются, кто как может помочь. А помещения в Киеве это частные помещения? По-разному, на самом деле. Вот моя домашняя группа нам выделили комнату в... Не знаю, как это учреждение назвать, но там небольшие классы и там детские кружки всякие проходят. Детские, взрослые и так далее. То есть это как школа, но для кружков. У нас там есть помещение. Есть, например, бомбоубежище, которое выдали в другом городе. В Тель-Авиве тоже бомбоубежище выделили. Но мы, например, в некоторых городах, как Тель-Авив, мы делим группу с англичанами. Точнее, они в свое время, когда мы захотели открыть русскую группу, они позвали нас к себе и поделились с нами с помещением. То есть, ну, как-то так. На данный момент, вот тут, где у нас есть группа, у нас есть помещение, нас устраивает. На данный момент. Конечно, хочется что-то свое и плакатики развесить, там, да, и подобного рода. Но на данный момент то, что имеем. Спасибо. Я хочу сказать, что как-то так сложилось, что русская православная церковь не особо жалует на церковь. И у нас две группы проходят в католичественном храме. И вот в католике они более лояльно будут местные, наш отец-вежий выделяет нам в сбоку комнату и в среду у нас там на пол. То есть вопрос, а вот правительство, скажем так, выделяется народничество? Если это не приветствуется. Я подразумеваю, что мы этот вариант не особо рассматривали. Почему? Несмотря на то, что мы живем в Израиле, есть много приверженцев другой религии. И мы не хотели бы, чтобы из-за того, что группа проходит на территории синагоги, кто-то бы не пришел на нашу группу. Поэтому если мы ищем какие-то места, либо нам предлагают, мы стараемся, чтобы оно было максимально нейтрально. Как бомбоубежище, например. Я предполагаю, это связано с такими вещами. Даже некая аллегория может подтикнуть как раз. Ну, мало ли, люди-то все больные, особенно еще люди, которые только ищут решение своих проблем. И вот такие вот мелочи, на самом деле, мелочи, когда в моем понимании они могут оттолкнуть человека и... Я 15 лет живу в Израиле. Здесь, в Иерусалиме, насколько вы знаете, есть храм гроба Господня. Я туда первый раз зашла, наверное, год назад. Я не была готова зайти в это место, потому что я связывала с определенной религией. Это мой личный опыт. Ну, поэтому, я думаю, мы, находясь в стране, где религия занимает очень главенствующее и важное место, мы стараемся особо не привязываться к синагоге. Плюс, возможно, это связано с некими часами работы, что ли, если можно так назвать. У нас как-то так. Скажи, это самое... Спасибо. Да. Такое, чисто интересно, интересует вопрос у вас, допустим, есть алкоголики среди разного класса в нашем обществе, в том числе и среди священнослужителей. И у нас тут Стефирил, один из представителей такого, этого самого, русско-православной церкви, сам тоже посещает там группу анонимных алкоголиков. Вот, скажи, а вот интересно, ты говоришь, посещала группы на еврите, вообще, среди ортодоксальных евреев возможно такое? Я... Да, извиняюсь. Я видела на евритоязычных группах не ортодоксальных, но очень религиозных евреев. И они рассказывали, что, например, для них вот этот вот момент понимания высшей силы и... ну, для них был непонятен и им сложно. Но я видела людей, которые несколько лет трезвые, которые исключительно программные, и это никак не находит никаких столкновений с ихними религиозными взглядами, и... ну, все нормально, выздоравливают. Естественно, есть проблема. Проблема пронизывает все слои населения, не щадя никого. То есть реально можно найти абсолютно разных представителей разных стран, национальностей, религий на группе. То есть это полное разнообразие, полный весь спектр. Еще вопросы есть? Поблагодарим нашим гостям. Спасибо вам большое. Спасибо тебе, Катюша. Спасибо за твое честное... Лейтроу. Лейтроу. Спасибо, друзья. Я очень благодарна вам. С Богом. Удачи всем. С Богом. Спасибо. Для тоже трезвости, удачи, и все, и все. О, позже я тебе напишу. Спасибо. Спасибо, друзья. Пока. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...